В поселке Заводском Приморского края школьники окружили толпой и избили свою одноклассницу. Девочка рыдала и просила о помощи, но никто из толпы наблюдателей не отреагировал. Все издевательства агрессоры снимали на смартфоны, а роликами делились в соцсетях. Подобные случаи происходили и в Сарове, когда девушка избила своего одноклассника из-за неразделенной любви, также выложив видео в сеть. Часто случаи, когда дети подвергаются буллингу со стороны одноклассников, не впадают в объектив камеры мобильного телефона. Дети не говорят родителям о подобных издевательствах, а стараются найти любую причину, чтобы не идти в школу. Если ребенок начинает обращаться к кому-то из взрослых, особенно в детском возрасте, то это расценивается как слабость, что он сам не может решить эти проблемы. По оценкам психологов, буллерами становятся дети, у которых проблемы в семье или занижена самооценка. С помощью агрессии они пытаются самоутвердиться или приглушить личные комплексы за счет унижения других людей. Также бывают случаи, когда на жертве издеваются не только морально, но и физически. Например, избивают, толкают, удерживают силой. Такое происходит, когда обидчик чувствует свою безнаказанность. Подростки не умеют управлять своей злостью, не умеют управлять своей агрессивностью. И нормальное, естественное проявление человеческих эмоций приняло у них такие нездоровые, искаженные формы. Если вам кажется, что вашего ребенка обижают в школе или на улице, то не нужно сразу бить тревогу. Поговорите с ним. И если ваши опасения оправдались, постарайтесь поддержать ребенка и помочь ему найти выход из ситуации. Самое главное, по словам психологов, родителям не нужно вмешиваться, пока их об этом не попросят. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Сарова, 24.